Вечер первого дня. Усинск. Олег Первов едет в офис Лукоил Коми. Тут много дел, как обычно, после кризиса. Давайте вернемся на два года назад. Кризис был для вас неожиданным? Да, он был для всех неожиданным. Не только для нас. Потому что такого кризиса, конечно, никто не ждал. Что нефть в 140 долларов может упасть до 30. Это, конечно, был тяжелый период времени. А вы помните то, что называется «то утро», когда вы осознали, что это не просто какая-то корректировка, а это действительно провал? Тогда мы собрались, конечно, в сентябрь месяц. Это был, конечно, неприятный момент. Тогда было принимать решение очень оперативно. А когда был самый тяжелый момент? Самый тяжелый момент был в ноябре-декабре месяце. Вот много говорили в связи с кризисом, что в России не умеют работать на падающем рынке, и из-за этого психологически этот кризис еще был таким тяжелым. Вы согласны? Нет, потому что мы работали и на цене нефти 9 долларов. Если мы вспомним 1997-1998 годы... Сейчас уже сложно вспомнить, что такое... Да, другие затраты были. Другая стоимость материальных ресурсов была. Компания работала на 9 долларов за баррель. То есть и мы в то время не только работали, но мы еще и развивались. Во время прошлого, 1998 года, кризиса, «Лукойл» получил разрешение на добычу в Тимано-Печорской провинции. В этот кризис пришел в Ирак. Российская компания уже была в этом проекте в 90-х годах. Мы начинали работать. Да, но там же, мягко говоря, все поменялось. Да, период режима Саддама Хусейна. Мы все-таки вошли в этот проект. Мы достаточно хорошо его изучили. Мы были наиболее подготовлены для тендерного участия по этому месторождению. А вы с кем вели переговоры? С американцами? Нет. Надо признать, что американцы на периоде проведения тендера дистанцировались от принятия решений. Чистая иракская сторона вела с нами переговоры. И правила тендера были открыты и напечатаны. И конверты вскрывались в нашем присутствии и под камерами. То есть правильно ли я вас понял, что там хаос, война, гражданская война? Это непонятно, в общем, кто осуществляет реальное управление, а тендер проводится честно и открыто? Когда мы стали победителями, нас это удивило, что насколько это была прозрачная процедура. Не могу вас не спросить. Вот критики войны в Ираке по всему миру, как один из главных аргументов, всегда приводили то, что это на самом деле война за нефть. Вы согласны с этим? Я не думаю, что главная цель была нефть, конечно. Главная цель была устранение диктаторского режима Саддама. И построение демократического общества. Что сегодня реально и происходит. В Ираке действует много партий, которые борются за власть. То есть там вопросы достаточно открыто обсуждаются сегодня. Особенно вопросы, связанные с доступом к нефтяным ресурсам Ирака. То есть достаточно жесткие ставятся условия для инвесторов. И это все идет в конечном итоге на благополучие иракскому народу. Потому что наши отчисления, которые будут происходить в бюджете Ирака, они очень значительные. А вам с Хусейном приходилось в свое время встречаться? Конечно. Каким вы его запомнили? Ну, достаточно волевой человек, который уверен в себе. Это было в 90-х годах. Я не думаю, что он прогнозировал себе такую судьбу. Вам по-человечески его жаль? Ну, разумеется, когда человека знаешь, конечно, уже как-то по неволе, ты начинаешь ему сопереживать. Такие достаточно жесткие условия были применены ко всей элите иракского правительства периода Саддама Хусейна. Раннее утро второго дня. Олег Перов приезжает на буровую. Под стальной вышкой как раз и находится месторождение. Это вовсе не подземное озеро нефти, как думают многие, а скорее губка, пропитанный нефтью пористый пласт. Его еще называют ловушкой. Нефть распространена была везде, но она скапливалась в определенных местах. То есть, если в Москве пробурить, то, в принципе, тоже можно найти? В принципе, углеводороды везде есть. Просто они... Есть ли там ловушка, есть ли там скопление? Вот почему говорят, что месторождение. Место, где она скопилась, где, так называемые, создалось условие, где снизу вода, сверху глина. Вы когда берете, если, допустим, нальете воду на пол, она стекает в определенное место. Она везде, в принципе, мокрый пол. Но лужа в определенном месте. Вот эта лужа и есть те условия, которые создают месторождение. Очень многие со стороны представляют ваш бизнес так, что ставится вышка, засовывается, значит, игла и высасывается небо. Возеро, да? Да. В двух словах, как это на самом деле происходит? Ну, это сложный технологический процесс, потому что, я уже говорил тебе вчера, что десятки отраслей работают на то, чтобы пробурить эту скважину. Это машиностроители, металлурги, это химики, это электронщики и прочее, прочее. Нефть, бьющая фонтаном из скважины, для российских месторождений уже прошлая. Например, здесь, под Усинском, так называемая тяжелая нефть. Бензина из нее получится меньше, чем из легкой, зато больше мазута и битумов. Но эта нефть вязкая и замерзает при температуре плюс 26, при том, что в Усинске даже летние температуры редко поднимаются выше 20. Чтобы извлечь такое сырье из-под земли, нужны не просто финансовые затраты, нужны технологии, разработанные под конкретное месторождение. Они, как отпечатки пальцев, двух идентичных не найти. Вот эта буровая сейчас подготовлена для того, чтобы здесь будут буриться горизонтальные скважины. Надо пройти почти 3000 метров вертикально и 1000 метров пройти по горизонтальному стволу. Потому что пласты очень слабые, низконасыщенные, чтобы был большой криток. Мы хотим увеличить площадь проникновения нефти к скважине. Поэтому 1000 метров надо пройти по пласту всего 20 метров. Представляете, 20 метров расстояния, по нему идет труба на глубине 3000 метров. То есть какая должна быть навигация, которая позволяет не пересечь ни водяной пласт, ни газовый. Цену на нефть определяют уже не нефтяники, а рынок. Сейчас на биржах дают по 86 долларов за баррель. В 2009-м Лукоил добыл на территории России 685 миллионов баррелей. То есть примерно 59 миллиардов долларов. Но разумеется, не все эти деньги – чистая выручка компаний. Вопрос, который в широкую публику тоже очень интересует. Вот из этой цифры цена на нефть. Сколько достается нефтяной компании? Какой процент? 15% сегодня наша рентабельность по нашему бизнесу. И это те деньги, которые вы пускаете? Да, в оборот, да. И на которые мы развиваемся, которые мы обустраиваем в новом месяце рождения. Скажите, пожалуйста, а что, на Ваш взгляд, такое справедливая цена на нефть? Это цена, которая позволяет производителю развивать новые проекты, а потребителю иметь справедливую стоимость на наш товар. То есть на бензин и дизельное топливо. Это зависит от факторов. Первое – это гордогеологические условия и логистика доставки нашего продукта до потребителя. Второе – это налоговая система, которая существует в той или иной стране, где мы ведем свою хозяйственную деятельность. И, конечно, это те затраты, которые мы несем, или, так называем, наша себестоимость, которую мы управляем. Это те расходы, которые мы несем на поднятие нефти из пласта. От цены на нефть, как ни странно, зависит и ее количество. Кризис, сложенный в разработке месторождения, были заморожены. Скажем, эта буровая при той цене за баррель, которая была полтора года назад, приносила бы только убытки. Мы считаем, что сегодня есть влияние и налоговой системы, которая должна стимулировать особенно начальный период разработки месторождения и конечный период, когда уже большое количество воды добывается. Это даст возможность вовлечь дополнительную запасную разработку. Налог на добычу полезных ископаемых рассчитывается ежемесячно по специальной формуле, учитывающей цены на нефть сорта Юрлс, такую добывают в России, и официальный курс рубля к доллару. И этот налог одинаков для всех типов месторождений. Неважно, сколько денег тратится, чтобы его разработать. Но сейчас Олег Первый заботит не столько налог, сколько возможное повышение экспортных пошлин на нефтепродукты, то есть на бензин, керосин и прочее. Мы считаем, что здесь надо очень осторожно подходить к этому вопросу. Потому что повышение экспортных пошлин на нефтепродукты и сближение их с экспортной пошлиной на нефть может привести к тому, что мы получим снова, как в 90-е годы, когда финские и греческие бензины продавались на Урале. И Россия перерабатывала всего 120-130 миллионов тонн нефти. Потому что выгоднее было экспортировать нефть, чем нефтепродукты. За 10 лет переработка нефти в России выросла в два раза. Правда, топливо – это не всегда высокого качества. Через пару минут Олег Первый объяснит, почему заправляться на Лукоиле, на его взгляд, безопаснее, чем на других АЗС, и расскажет, как отразилось на компании громкое ДТП на Ленинском проспекте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова